В любом случае цель наших отношений активизировать наши торговые и экономические отношения и в то же время мы не должны забывать отношения в вопросах кооперации, создания новых бизнесов. Вот то, что мы с вами обсудили, что надо площадку Елоборгскую рассматривать не только как тракторная площадка, а такая серьёзная промышленная площадка белорусских промышленных предприятий для организации вхождения на российский рынок. Мы целиком полностью это поддерживаем, она вписывается в наши структурные программы и готовы в рамках этой программы оказать соответствующую поддержку, потому что тракторный завод хорошо, но у вас потенциал значительно больше. И я думаю, что сегодня уж наработан такой серьёзный опыт вхождения не только продукции, а уже производства ведущих белорусских компаний. Мы тоже активно работаем, вот особая зона, территория опережающего развития, промышленные площадки, индустриальные площадки. Я считаю, что в любом случае опора для развития бизнеса всё-таки быстро, чтобы развиваться, надо, чтобы два компонента – инфраструктура и персонал. Вот эти вещи, они как бы там решаются. Очень серьёзно мы обращаем внимание на новые направления, на биотехнологии. Вот вы хорошие идеи сказали по ЭДИСу, чтобы ЭДИС входил на рынок Белоруссии, надо создать совместные предприятия, которые часть компонентов будут в Белоруссии делаться. Вот поле его надо найти, значит, вы министр, значит, вы, Альберт, давайте очень хорошую возможность присутствовать на белорусском рынке, но нам надо найти там партнёра. Ну и в любом случае я считаю, что у нас есть хорошие наработки и взаимоотношения в машиностроительной отрасли, нефтехимической сфере. Ну и вот то, что сейчас мы говорим о медицинском направлении. Мы будем активизировать нашу работу в гуманитарной сфере, это прежде всего культурные наши проекты, проекты в области образования и науки. В любом случае сегодня наша конкурентность будет зависеть, насколько научно-технический прогресс наших территорий будет соответствовать вызовам времени. Там цифровая революция, там новые материалы, ещё какие-то вещи. Очень важно здесь активно работать. Ну, спорт и туризм. Я думаю, что Белоруссия прекрасная территория, куда надо ездить. Татарстан тоже. Даже вот мы с коллегами обсуждали, насколько наша природа и вообще погодно-климатические зоны, они очень схожи. Хочу сказать, что Татарстан – это один из наших крупнейших торговых партнёров. Ну, номер один в Приворском, естественно, округе. И один из крупнейших партнёров на территории Российской Федерации. И хочу сказать, что в последнее время мы вышли, наконец, на траекторию наращивания нашего торгового оборота. Вот по нашим данным за первый квартал у нас прирост взаимного товарооборота в 1,6 раза к уровню прошлого года. Причём растёт взаимная торговля, растёт и наш экспорт из Татарстана, и наш импорт из Татарстана, причём примерно пропорционально. Поэтому это уже говорит о том, что те меры, которые мы с вами в марте прошлого года и в октябре на наших встречах отрабатывали, тот наш план на 17-20 годы совместных действий, значит, он, видимо, показывает свою действенность и, в общем-то, есть уже первые результаты. Хотя уровень наших торгово-экономических отношений, характеризуемых товарооборотом, ещё далёк от тех цифр, которые мы имели, например, в 2012 году, когда-то было 2 миллиарда долларов. Я думаю, что раз мы это значение уже имели, то мы должны к нему и стремиться, чтобы оно уже было нами достигнуто в ближайшее время. На что бы хотелось обратить внимание, что Республика Беларусь традиционно предлагает, и в то же время у нас есть определённые акценты в этом плане. Прежде всего, мы рассчитываем на то, что мы будем в дальнейшем развивать нашу совместную производственную кооперацию в сфере машиностроения. Хочу сказать, что у нас налажены долгосрочные кооперационные связи по поставке автокомпонентов. На конвейере уважаемого публичного акцинированного общества КАМАЗ доля отдельных групп беларусских комплектующих составляет от 60 до 100%. Порядка на 22 миллиона долларов мы поставили в прошлом году автокомпонентов. Рассчитываем, что в этом году заметно прорастём, и в наших планах, конечно, это сотрудничество развивать как можно дальше. Мы успешно реализуем на территории Республики Беларусь проект по строительству сети автозаправочной станции ТАТ-нефти. В Елабуге функционируют предприятия по сборке тракторов МТЗ. Мы уже с вами сегодня обсуждали, что мы хотим на этой базе, которая для МТЗ избыточна, но она совсем даже как раз то, что нужно Республике Беларусь для того, чтобы создать соответствующий машиностроительный кластер как из предприятий непосредственно дочерних Республики Беларусь, так и, конечно, мы приглашаем наших татарстанских партнёров для создания совместных предприятий на территории данной промышленной зоны. Кроме того, мы рассчитываем на то, что мы отработаем с вами и сборочное производство лифтов, которые мы, в общем-то, имеем для этого всю перспективу. Татарстан является одним из таких серьёзных потребителей данной продукции. Мы полагаем, что с учётом объёмов потребления и предполагаемых планов по и капитальным ремонтам жилья, и новому строительству, я думаю, что это вполне проект мог бы быть здесь уместным. У нас предприятие «Белкоммунмаш» готово принять участие в проекте по модернизации трамваев в городе Набережной Челны. Продолжение следует...